Кире Пещеру один год и девять месяцев. Она очень любознательный и творческий ребенок. Начинающая художница, вымазавшись в краску, весело рисует и демонстрирует маме свои шедевры. Девочка послушная и понимающая, любит играть с куклами и складывать мозаику. В таком маленьком возрасте ей приходится страдать от тяжелой болезни – спинальной мышечной амиотрофии. Родилась у нас наша долгожданная девочка, все было хорошо. В определенный момент она не перевернулась на животик. Начали ходить по врачам, анализы, массажи, лечения, но результата не дала. В итоге мы сдали анализ на ДНК, который подтвердил эту болезнь – спинальная мышечная амиотрофия. Болезнь не лечится, к сожалению. Болезнь очень страшная. Приводит к полному пролечу ребенка. С каждым днем болезнь прогрессирует и мышцы слабеют. Из-за особенностей заболевания и возникающей при этом деформации грудной клетки развиваются нарушения дыхания. В ходе заболевания дыхательная недостаточность только нарастает. К сожалению, за год девочка потеряла многие приобретенные навыки. Если раньше она могла поднять головку, если она так наклонит, то сейчас она уже, если наклонит, она не может поднять, она меня зовет. За столиком сидит, она тоже может как-то упасть на этот столик, она уже зовет «мама, мама, бах, бах», то есть ее нужно подойти и поднять, она не может этого сделать. Вот для таких детей тоже очень важно, скажем так, позиционирование, в чем они сидят, как они сидят, где они сидят. Родители уже приобрели специальную коляску со всеми необходимыми поддержками. Мешок, амбу, откашливатель и многое другое. Но, к сожалению, денег на все не хватает и сегодня течение амитрофии может облегчить только аппарат неинвазивной вентиляции легких. В настоящее время для его приобретения не хватает порядка 9 тысяч евро. Мама Киры обратилась в волонтерскую организацию с добротой по миру, которая поддерживает и помогает в сборе денежных средств. Если кто-то из вас хочет и может оказать финансовую помощь, деньги можно перечислить на счет, который вы видите на экране. Продолжение следует...